Слава Богу, друзья, что мы вновь можем быть в молитвенном доме, но понимать ответственность нашу перед Богом, через которую мы понимаем наше служение, которое мы творим, чтобы оно удовлетворяло потребности нуждающих. Я знаю, что мы каждую свою меру нуждаемся в Боге, но вот, друзья, когда мы ответственность имеем перед тем, что мы делаем, как мы делаем, и когда виден результат наших трудов, наших молитв, друзья, тогда и укрепляется наша вера, тогда и дети наши как-то понимают это, они более делаются степенными, более послушными, более понимающие, имеют страх перед Богом. Поэтому все то, что мы имеем сегодня, и освящение наше, и приближение к Богу, и обладание Божьей любовью, которую Павел говорит, достигайте ее и ревнуйте, чтобы обогатиться вам силою свыше. Но вот перед нами, друзья, вторая нужда, которая говорит о том, чтобы, когда это все происходит, о чем брат первый говорил, когда это мы осуществляем в нашей жизни и подходы делаем правильные, то, друзья, не стоит нам останавливаться на том, что мы уже получили или чего-то достигли. Писание нам говорит, что забывая заднее, простирайтесь вперед. А для этого нужна, друзья, и сила нужна, а для этого нужна и мудрость от Бога, а для этого нужно и ведение от Бога. Потому что теоретические вещи мы многие очень понимаем, но на практически у нас не хватает ни сил, ни дерзновения, ни ревности. А для того, чтобы рождались наши дети, друзья, должен был показан образ рожденного человека свыше, чтобы это было видно наяву, чтобы они могли видеть, на что равняться и к чему стремиться. Потому что, друзья, для того, чтобы родиться, когда рождаются у нас дети, когда рождаются, то за ними особенный уход, особенный уход. И некоторым родителям говорит, ты еще не имеешь опытности, пройди некоторые классы для того, чтобы доверить тебе этого ребенка, чтобы ты могла за ним ухаживать и правильно растить его. Друзья, в духовной жизни то же самое должно происходить у нас. Мы люди ответственные и должны понимать, как родители, что у нас в каждой семье есть дети, и мы ответственны перед Богом дать им такое воспитание после их рождения, чтобы это не выросли инвалиды, чтобы это не выросли люди, которые не способны развиваться, которые не способны мысли, не способны чего-то достигать. Друзья, это ответственность лежит сегодня на людях, особенно в Церкви Божьей, на служителях лежит, на родителях, на отцах, на матерях, чтобы не только, потому что мы некоторые аспекты нашей жизни достигаем с трудом, дети как-то рождаются свыше, получают духовное крещение, а дальше все остается на том же самом месте, и никакого прогресса не происходит в нашей жизни. То Писание нам говорит, чтобы мы действительно понимали эту ответственность и старались как-то активизироваться в этом, чтобы нам быть такими ревностными, чтобы нам жертвенными быть ко всякому делу, чтобы, друзья, не жить прошлым, потому что проходит поколение за поколением, поколение за поколением проходит, иной раз у человека страшит то, что, а что наши будут дети, что наши дети будут передавать своим детям, потому что, если сегодня они не увидят живого Христа в церкви, друзья, что они могут передать дальше? Когда мы только говорим, только по написанному, у веровавших будут сопровождать все знамения, мы это понимаем, это признаки рожденного свыше человека, друзья, то, что рожденный свыше человека, они вас сопровождают знамения, сопровождают сила Божия, вы примете силу, когда сойдет на воздух святой, и будете моим именем говорить новыми языками, возлагать будете на руки, на больных они будете исцеляться, будете именем моим изгонять бесов, друзья, это должно все происходить, и должно это видно должно быть, ну бывает не всегда, но отчасти должно происходить это, происходить, чтобы дети видели, приходили в страх, что действительно Господь Бог реальный, Господь Бог реальный, а для этого надо начать жить настоящим временем, настоящим временем значит к чему-то стремиться, какие-то цели должны перед нами стоять, потому что мы об этих молитвах, об этих нуждах молимся уже год, наверное, молимся, может больше уже молимся, но мы помолились, да, так нужно, и все, на этом все закончилось, для того, чтобы какое-то движение нужно было, чтобы какие-то сдвиги начались, то, друзья, нужно принимать правильные решения, дальше, степ-бай-степ, нужно дальше ревновать об этом, рождение свыше детей, то нужно, друзья, не только сказать, Господи благослови, рожди нас свыше наших детей, а дети скажут, а что это такое папа с мамой? Да это вот такие движения Святого Духа, это новая жизнь во Христе, это новая тварь в Боге, поэтому это совсем другие люди, они уже не от хотения плоти, но от Бога родились, а это уже новые люди для Царства Небесного. Они скажут, ну а как это происходит? Надо показать, друзья, оно должно быть видно и слышно, может быть, в церкви, что в церкви есть живой Христос. Мы говорим, что мы живому Богу, мы живому Иисусу Христу верим, друзья, но он должен быть ярко выраженный в церкви, ярко выраженный, чтобы сказали, да, действительно, здесь такое, знаете, когда неверующие приходят, они падают вниз и поклоняются Богу, потому что и Слово Божие, и Дух Святой обличает их, и их наставляет, и они приходят в страх, друзья, то же самое, дети особенно чувствительные, мы сейчас за детей молимся, за детей, молодежи, они особенно чувствительные, потому что дети, мы должны показать их Христа ярко выраженного, они всему верят, дети всему верят, потому что они, ну, они находятся под, ну, под защитой родителей своих, под защитой старших людей, поэтому мы должны ревновать о том, чтобы Божий Дух пребывал в нашей церкви, сила Божия наполняла наши сердца. Я вот прочитаю одно Слово Божие, записанное Евангелие от Иоанна, 4 глава, это повествование о Самарянке, которая, ну, мы знаем, что это за женщина была, какой образ жизни ее проходил, но при встрече с Иисусом Христом, друзья, нужно было движение тоже, нужно было движение ее мыслей, движение ее разума, для того, чтобы она могла прийти в себя осмыслить, а что происходит, а что происходит, что за человек стоит возле меня, почему он не такой, как все, я сказала, тайно, он мне сказал все явно, это видно, а ты пророк. Она начинает сразу узнавать, по чем узнала она, друзья, если бы он просто рассказывал ей теорию, рассказывала бы ей теорию, друзья, она сказала, да, отцы наши тоже поклонялись там на горе, а вы говорите, место поклонения в Иерусалиме, где же должно поклоняться, друзья, она живет в прошлом, она говорит, я знаю, я знаю прошлое, отцы наши так делали, бабушки, дедушки так делали, Это было очень давно. А сейчас? А он говорит, а сегодня нынешнее поклонение, поклонение Отцу в Духе и Истины. Царствие Божие внутри вас уже будет. И поэтому, друзья, если мы всего лишь остаемся такими людьми, друзья, мы приняли, но не происходит никакого движения. Мы подобны такому источнику, который вот такой, запертый со всех сторон, нет движения. Нет движения, значит, это болото, это болото, она потом заванивается, вода, неприятный запах, и в этом болоте самое такое отвратительное разводится. Поэтому, друзья, там, где движение, там, где текучая река, там и жизнь, там и жизнь. Когда-то пророк языки сказал такие слова, что и те потоки, куда войдут эти живые воды, он говорил там об источниках, я думаю, вы помните эту историю, я сокращаю. Куда эти войдут воды, хотя они все делаются живыми, они живыми, куда эти две струи воды войдут, друзья. Это струя Духа Святого, и страна крови Иисуса Христа, туда, куда она проникает, там происходит и освящение, и очищение, там и происходит движение, там и обновление, там и Дух Святой наполняет, и там совершаются Божьи дела на земле, потому что туда вошли Божьи потоки. Божий поток входит, значит, приходят изменения. О том, друзья, и когда-то в Самарянке Иисус Христос сказал, что дай мне этой воды, я хочу напиться этой воды. Он говорит, эта вода, которая войдет в внутренность твою, она сделается не просто таким источником, который замкнутый, но она сделается источником воды живой, текущей, в жизнь вечную. Вот какое будет движение в твоем сердце, когда Дух Святой войдет, когда новая жизнь начнется у тебя, то ты не будешь остывать, ты будешь гореть, и ты будешь бежать, и ты будешь возвещать, и ты будешь ревновать о высшем, о высшем. Ты не будешь удовлетворяться тем, что есть сегодня настоящее, потому и Писание говорит, не останавливайтесь на достигнутом, но забывая заднее, простирайтесь вперед. Друзья, нам нужно это движение, нам всем нужно движение, чтобы рождались наши дети для Царства Небесного. Друзья, должна быть сила Божия в Церкви, должно быть ведение, должно быть откровение, должна присутствовать Божья благодать, Божий страх на всякой душе будет, потому что здесь возвещается сила Божия, а перед которой не устоит ни один грешник. Поэтому, друзья, мы будем молиться об этом, чтобы Господь производил это, Господь совершал свою работу, поэтому это так важно сегодня для молодого поколения. Тогда, друзья, остальное все устроится. И судьбы молодежи устроятся, о которых мы молимся. Тогда будут создаваться семьи, и семьи будут создаваться крепкие, и сердце будет рожденные свыше люди создавать. Не просто они будут создавать, потому что время пришло, а будут создаваться люди, понимая ответственность, что и устроить семью христианскую, это ответственность. Там будут детки рождаться, там ответственность нужно знать, как воспитывать их. Не просто рождать детей, а нужно знать, как воспитывать, как в Церкви Христовой. Друзья, это ответственность сложится на всех. Тогда и семьи крепкие, тогда все устроение идет. Друзья, помолимся, чтобы Господь дал нам мудрости, Господь дал нам ведение и Господь дал нам дерзновение, чтобы нам двинуться с мертвой точки. Вот мы стоим, топчемся на одном месте, и вроде молимся, это хорошее дело. Никто не говорит, что об этом не надо молиться. Ну, нам же какое-то движение, друзья. Об этом ревновать надо. Оно так само не придет. Вот мы сказали, Господи, рождаюсь выше, и вроде все сделали. Да мы ничего не сделали. Для этого надо усилия прилагать, старания прилагать. Надо создавать какие-то условия для рождения детей. Будут рождаться дети, а потом надо их еще воспитывать. Надо опекать их, чтобы они здоровыми вырастали, друзья. Надо все эти условия. Если это все отсутствует, как Господь, я их рожду, а что и будут зарожденные дети, когда опеки нет за ним. Ну, мы каждое вроде стараемся. Ну, мы же воспитываем. Ну, мы можем телесно воспитывать. Создать условия, накормить, одеть их, обучить их. Все это мы создадим, друзья. Ну, от нас требуется намного выше. Для рождения детей, друзья, больше ответственности лежит. Там надо и попечение. Там уже и духовная жизнь должна быть правильно приподнести на детям, чтобы они могли понять, что действительно это новая природа. Потому что это уже, мы уже новая тварь, мы уже от Бога рождены. Это новая природа. Мы не от этого мира уже. Чтобы дети понимали, что они не от этого мира. Тогда нам не надо будет говорить, вы поступаете так и делаете так. Когда новая природа, тогда человек начинает эти мысли. Новые чувства, новые мысли, новая радость, новый псалом, новая жизнь с Иисусом Христом. Поем так в этой песне. Новое сердце и ткани живых. Бог милосердия во мне сотворит. Тогда проходит все новое. Тогда приходит, когда, друзья, мы ответственно относимся ко всякому делу. Благослови Господь всех. Благослови нас объединиться вместе. И сделать первые шаги для того, чтобы Дух Святой начал работать в церкви. Это самое важное, от которого на суде рождаться наши дети. Аминь. Помолимся.